Заводы по производству подводной арматуры, бетонных блоков, вертодром, склады, логистическая перевалочная база. Роснефть планирует прочно закрепиться в Мурманской области. Председатель правления компании Роснефть Игорь Сечин встретился с исполняющей обязанности губернатора Мурманской области Мариной Ковтун, чтобы обсудить планы по взаимодействию. Компания Роснефть к середине августа планирует пробурить первую скважину на шельфе Карского моря. Для того, чтобы вести работу эффективно и в дальнейшем компании нужна опорная база. Ее собираются построить в Заполярье. А вместе с базой в Мурманскую область придет и обслуживающая ее инфраструктура. Необходимо будет создать базу, вернее завод по производству арматуры подводной, завод по производству бетонных блоков. Будет создаваться вертодром на несколько десятков единиц вертолетов. Будет создаваться логистическая, складская база, перевалочная база. Все это необходимо будет создавать в акватории Кольского залива или на землях, которые прилегают к Кольскому заливу. Проекты все масштабные, финансирование есть в Роснефти на все эти задачи. На эти объекты в будущем потребуются рабочие руки. В течение четырех лет планируется набрать около двух тысяч новых работников. И это помимо тех, кого уже сегодня может предоставить 82-й судоремонтный завод. Именно он станет основой для опорной базы Роснефти в Заполярье. Готовить новых специалистов будут в МГТУ. Там откроется Центр арктических компетенций по подготовке кадров, востребованных для проекта специальностей. Такая практика в Роснефти есть. И я уверена, что мы очень быстро дополнительное соглашение подработаем. И где-то в середине августа мы его уже подпишем. Это первое. Что касается сроков реализации проектов, то это будет зависеть от того, как быстро и какие объемы нефти будут обнаружены в Карском месторождении. В свою очередь Игорь Сечин на встрече с Мариной Ковтун заявил, что масштабная реализация проектов Роснефти создаст предпосылки для экономической стабильности всего региона. С воплощением в жизнь этого проекта будут развиваться все смежные отрасли, задействованные в нем.